Вашему вниманию главный тренер футбольного клуба «Терех» из города Грозного Рашид Рахимов. Рашид Рахимов, будьте добры, поделитесь своими первыми впечатлениями о прошедшей игре, а потом знали. Я думаю, что для нас, для тренеров, это нервная игра. Много борьбы, тяжелое поле очень... Ну а для зрителей, я думаю, получилась очень хорошая игра, им было интересно смотреть. Но мы прекрасно понимали до начала, что нас ждет, и я об этом говорил команде. Сегодня у нас возникли проблемы в опорной зоне, потому что у нас выбыло два игрока, которые должны были, Кузяев и Педро. Их не было, нам пришлось сюда опустить Олега Иванова, хотя нам креатив должен был, у нас должен был быть выше. Но я считаю, что они сыграли неплохо в этой зоне. Я думаю, что поначалу мы игру контролировали, но, к сожалению, допустили ошибку и пропустили гол. Хотя до этого было два момента, когда нужно было реализовывать эти моменты. Но если брать по игре, то я считаю, что вообще кураж поймал Ротарь, который вытащил несколько очень тяжелых мячей, которые были отскок от земли и с угла вытаскивали. Поэтому я очень боялся пенальти. Я думаю, этот кураж может туда передастся и нам будет достаточно сложно. А в конце мы чуть сами себе еще не привезли контратаку, когда могли проиграть игру. Вот это называется валидольная игра, вот это называется нервная игра. Ну, я думаю, она всем понравилась. Мы прошли дальше, что нас, естественно, радует. А перед вами я извиняюсь, что мы прошли дальше. И праздник, который получили зрители от игры, всегда же бывает так, когда хозяева проходят еще дальше, то праздник стопроцентный. Ну, это футбол так получилось. И я хочу вам пожелать в чемпионате удачи и чтобы вы двигались выше. Потому что я знаю город Воронеж, это футбольный город. И не знаю, почему столько лет нет этой цели. Я думаю, что надо подниматься и такой город должен быть представлен в Мерлине. Но это уже не мои дела. Я просто могу говорить об этом. Задачи должны ставить другие. Пожалуйста. Что вы знали перед этим матчем вообще о факеле? И как именно вы готовились, исходя из особенностей этой команды? На что обращали внимание своих подписчиков? Еще раз я говорил об этом и команде, что команда играет в футбол. Они достаточно редко используют длинные передачи и очень много комбинационной игры. Если вот обратить внимание на игру факела, когда команде тяжело, тогда когда соперник закрывается. В первой лиге я посмотрел несколько игр. Посмотрел игры с Мордовией, посмотрел последнюю с Соколом, видел черноморцы на кубок игру и видел выездные матчи. Там, где контратака, там где быстро нужно сыграть в пас, команда выглядит очень хорошо. Но когда ее начинает напрягать, вот тогда идут длинные передачи без адреса на него. Поначалу у нас все это получалось. Мы все время сближали, сближали, заставляли играть длинными передачами, контролировали мяч. В таких ситуациях мы создали два момента стопроцентных, когда перехват дважды был в середине поля и мы могли дважды забивать. Поэтому информации было достаточно о команде и вот на эти моменты я обратил внимание. Но к этому нужно добавить этот кубок, это естественно каждый из игроков соперника хочет себя проявить. Это минимум психологического давления на игроков, потому что в принципе ты играешь с командой премьер-лиги. Ты кроме как проявить себя, показать, ну ты ничего не теряешь в таких матчах. И вот посмотрите, хорошо, до нас играли команды. Когда я на установке сказал ребятам, вы наверное все смотрели матчи, которые были днем. Это вам простой пример того, что такое кубок. Насколько я помню, по-моему, Краснодар был в прошлом году здесь и прошли. Об этом я сказал тоже. Не забывайте, что в прошлом году, когда команда прошла так же, Краснодар здесь. Поэтому надо ждать игру. Тяжелую? Не было? Раньше. Раньше. Два. Два года назад был Краснодар. Вот тогда Краснодар был хорошей командой, можно так сказать. Они строились и у них были все возможности. Но эта команда премьер-лига, они были пятой, по-моему, тогда пятой или шестой. Поэтому и сегодня мы ждали такой игры. И, знаете, есть всегда такой момент, возможно, недооценки соперника. Всегда такой момент есть. Но я рад, что ребята все прекрасно поняли. И даже пропустив гол, мы все равно старались играть так, как хотели. Хотя еще раз в контратаке факел выглядел очень неплохо. Здесь, конечно, не хватает исполнительского мастерства. И были бы, наверное, исполнители повыше класса, но они могли бы в этих контратаках сыграть по-другому. Ну, а так еще раз, тяжелый матч. И я, естественно, рад, что мы зашли дальше. Ну, а вам еще раз. Удачи! А почему на примитивный навал ваша команда не сбилась в конце, а с основного времени и в двух 15-минутных отрезках? Было такое ощущение, что вы ждете серии пенальти? Нет. Потому что, ну, если делать примитивный навал, простые передачи туда, а стоят два центральных защитника под 1,90 м, и у тебя игроки только один, который борется головой, что он даст? Даже все те передачи, которые длинные были, поэтому я просил через фланги, дайте через фланги, потом фланговые прострелы туда ищите. Простая передача, туда мы почти все проигрывали. Поэтому и не хотелось играть в такой навал. Надо было пробовать комбинировать, разворачивать игру, доставлять во фланг передачи и оттуда уже пробовать играть в атаку. Мы даже не планировали так играть. Это бессмысленно играть. Поэтому выбор был такой. Еще вопрос есть? Хорошо. Даункаун.ру, Игорь Рудяков, праведного репортера. Вы уже упомянули, что по болению и по уровню атмосферы «Факел» претендует, например, на лигу, а по уровню игры «Факел» на данный момент не затерялся бы на уровне… Вы знаете, ему будет очень тяжело. Но я же понимаю, что когда команда выходит и ставит какие-то цели, она должна понимать, что тот состав, который соответствует уровню первой лиги и может выполнить задачу, ему будет очень сложно играть в пример лиги. Нужно обязательно усиливаться, ему нужно не потому, что эти игроки не нужны, просто уровень игры другой совершенно в пример лиге. Если мы говорим о Кубке, то это один матч, который можно провести на эмоциях, но в чемпионате их там 30, и ты должен все-таки каким-то уровнем обладать. И мне кажется, вот этой команде, если она, естественно, 30 матчей в таком режиме выдаст, ну, где-то она добьется результата. Ну, представьте, приезжает сюда тот же «Зенит», «ЦСКА», «Спартак» и все остальные, там совершенно другой уровень. И это каждую неделю. Поэтому, если такая задача у «Факела» будет стоять, команда может выполнить задачу, там, я считаю, что нужно усиливаться. — Какую задачу стоит футбольный клуб «Телек» на сезон в плане Кубка? Или все же в основе стоит шумиеном? — Ну, мы, вы видели сегодня, большинство игроков основного состава приехало за отключением. Рудольфа, Одинсона, Кузяева, трех игроков, которые не приехали с нами. Мы не делим так. Я сказал, что и в Кубке нужно постараться пройти как можно дальше. Ну, и в чемпионате мы потеряли большое количество игроков, которые определяли рисунок нашей игры. На сегодня это те два полузащитника опорных, Маурисия плюс Одинсона, сегодня выступал еще Кузяев. Вся тройка их здесь нет. У нас ушел Рыбус, у нас ушел Асайте, у нас ушел Аилтонус, у нас ушел Кудряшов. Это та команда, которая, в принципе, строила игру, да, когда мы контролировали мяч, комбинировали очень много. Сейчас пришли новые 3-4 человека, и их нужно вписывать в такую игру. Но если мы вернемся к тому, как все происходило с прошлыми игроками, то нам понадобился целый год для того, чтобы мы пришли к такому футболу. Конечно, можно построить игру просто от обороны, в контратаку. Это легче сделать. Но все-таки хочется и в футбол играть. Поэтому мы ищем этот баланс. А сейчас такой период, когда сломалась эта игра с уходом этих игроков, и теперь вписывать, вписывать, вписывать этих игроков, понятно, нужно время и понимание этого, они допускают ошибки. Многие пришли из других команд, которые играли в другой футбол. Если мы возьмем того же Рощи, который играл и в сборной Албании играет, это чисто фланговая игра, которая настроена только на проходы, подачи, смещения в середину удара. Комбинировать – это не его. Тот объем работы, которую выполнял Асайти Рыбус по 11-12 км за матч, очень много спринтов, взрывной работы, на сегодня пока эти игроки не выполняют. Поэтому здесь есть определенная головная боль, но это нужно анализировать, и нужно к этому стремиться. И все равно нужно еще усиливаться, и нам нужны игроки в опорную зону. Потому что, в принципе, все команды, с которыми я работаю, я очень много строю игры через середину, через пол защитников опорных. Потому что отсюда ты можешь играть и вправо, и влево, и можешь очень много комбинировать. Если выделять только фланговую игру, тогда есть определенная схема, на которую нужно ориентироваться и можно играть. Но ты будешь легко читать. Поэтому процесс тяжелый, но для футбола нужно терпение. Ваши коллеги по премьер-люгии, фавориты турнира, многие одержали сегодня поражение. Одержали? Да. Получили. Получили поражение. На ваш взгляд, это связано с недооценкой турнира, или все же кубковые команды, которые представляют ФНЛ гораздо... Вы знаете, кубок вообще не предсказуемый. Это совершенно другой турнир. И еще раз, когда первая лига играет с премьер-лигой, здесь даже можно и основным составом проиграть. Потому что ты вроде владеешь преимуществом, ты вроде ведешь игру, получаешь одну контратаку, один штрафной, угловой, один пенальти, и ты можешь проиграть игру. А потом уже и не забьешь. Ну вот сегодня хорошо нам удалось сравнять счет. Ну, вытащил пять-шесть моментов. И ты уже в конце начинаешь думать о том, что не залетит больше туда. Кураж у вратаря – это нормально. Поэтому, ну, есть недооценка, потому что многие команды, если обратить внимание на тот же, допустим, «Спартак» сегодня поехал, он выставил несколько молодых человек. И мы видели, да, что произошло. Потом уже замены на основных игроков не поменяли игру. Уже поменять по ходу очень сложно. ЦСКА, понятно, что они в чемпионате ставят задачи, у них Лига чемпионов, и им нужно поменять. Ну, видите, что произошло. По-моему, пять клубов вылетели. Да, вылетели. Да. Пять клубов вылетели. В Берлине. Томск вылетел в сибирской дерби тоже. Томск не забивает пенальти и получает нас по 18-й. Получает 0-1. Вот и все. Ну, хочу поблагодарить ребят за тот матч, который сыграли. Я считаю, что очень хороший футбол сегодня. Был в Воронеже, был праздник футбола. Хочу поблагодарить наших преданных болельщиков за ту потрясающую поддержку, которая была на трибунах. И поздравить команду Терек с выходом в следующий раунд соревнований Кубка России. Сегодня была истинно кубковая команда. Никто не хотел уступать. Мы знали прекрасно, что Терек принят основным составом. Собственно, они играли основным составом. Отсутствовал у них только один центральный защитник Радуров. Как все основные игроки. Очень хорошая игра. Я считаю, что в первом тайме у нас было немножко невынужденных ошибок в середине поля, которые, собственно, из-за наших ошибок мы организовали, отдавали мяч, отдавали инициативу в какой-то степени. Команда Терек опытная, контролировали мяч. И, так скажем, игра с взаимными шансами. Пенальти – это уже лотерея. Могли, конечно, мы выиграть эту игру за плантинное время на последней минуте. Саша Козлов обязан был забивать этот мяч в пустые ворота. Хорошая игра, праздник футбола. Чем я всех это поздравляю. – На установке предматчевой вы объясняли ребятам игру соперника. За счет чего? По каким компонентам вы собираетесь либо превзойти грозно? – За счет чего, например, в лиге, допустим, надо объективно смотреть. Сложно, но возможно. И я просил на предматчевой установке о том, чтобы контроль мяча с минимальным количеством потерь, контроль мяча заставить их делать много черновой работы. Не спешить, чтобы подготовленная передача в среднюю часть доставляли от защитников. Хорошая передача в среднюю часть поля. И быстрые атаки, чтобы фланги работали. И эпизодами у нас просматривалась такая игра, хорошего качества игра. Ее повали на стандартное положение. Хотя в стандартных положениях у них команда высокорослая. Тем не менее, были моменты, где мы навязывали борьбу. И при оборонительных действиях я попросил ребят, чтобы уплотнить игру между линиями и в линиях. Чтобы не было разрывов между линиями. Тогда создать команде Терек было бы намного сложнее. В принципе, мы выдерживали за некоторым исключением. Уже в дополнительное время немножко стали здесь проседать. Надо было более активно выходить из обороны в атаку. Здесь были эпизоды, когда небольшой разрыв наметился между линией обороны и средней линией. За счет этого мы должны были играть. Игра смотрелась. И плановые ребята выдерживали. И все. Еще вопрос есть? Персонально к защитнику Терека, четвертому номеру Анхеля, кого ты ставили? Потому что триждык пробивал под подачи с углом. При стандартных положениях я в перерыве указал на это. Все было расписано, кто с кем играет. И не только Анхель. Они ходили на высокорослый этот. И Семенов два раза в первом тайме. И вот с ним персонально играл у нас Осипенко. При стандартных положениях, особенно в первом тайме, были такие моменты, когда выпускали их. Терек грамотно ставил блок нашим высокорослым. И Шахову, и Осипенко. И за счет этого они реально угрожали в первом тайме. Замены Бурноша и Лукяновца были вынужденные замены? Да, вынужденные замены. Вы видели. Поле тяжелое. Как у них, так и у нас. Началось в дополнительное время уже в конце матча сводить икроножные мышцы. За счет того, что мокрое, вязкое поле. Все вынужденное для замены. Да, вынужденное. К серии пенальти какую-то определенную пятерку готовили? Ну, здесь, в принципе, у нас есть ребята, которые бьют. До этого мы определяли. И я единственное, что перед пробитием пенальти я спросил по самочувству. Потому что 120 минут сыграть и кто как чувствует. Те и, ну, в принципе, троих было понятно, что три человека у нас будут бить. Остальные сказали, что смогут, но... Здесь это лотерея, пенальти это лотерея. А почему из двух нападающих убрали именно Бирюкова? Ну, потому что Саталкин может подыграть. И Саталкин сохранял мяч. Когда к нему приходил, он сохранял мяч и подыгрывал, да. Миша, у него хорошее качество. Скоростные качества, да. Скоростные качества. И мы надеялись на то, что когда повели в счете, что они будут открываться. Но, к сожалению, таких вот хороших передач от игроков средней линии, чтобы вывести его в зоны, свободные зоны, не совсем получилось. И выпускали Болова с расчетом на то, что он тоже хорошо за мяч, сцепляется к корпусу, прикрывает. У Миши это не сильное качество. Не сильное. У него другие качества. Все. И, собственно, организовали в конце хорошую атаку. Болов здорово пропустил мяч. Ложное пропускание. Саша Козлова газом был забивать в этой ситуации на последние минуты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова